Доброе утро, друзья. С вами Елена, канал Дневник Раскудачница. Утро начинается, время 5 утра, 17 августа. Утро начинается с того, что Мушина еще спит. Я встала, поставила чайник, завтрак и пошла проверю собачек. Выключу свет. У нас ночью свет всегда горит. Ну что, вчера. Вчера. Доброе утро, солнце моё. Походу, у меня, по-моему, текает. В общем, в частных линках тоже. Просто так не попадешь. Явочка у меня к стоматологу. Что, солнце? Пойду сидим на пляжику, да? Сейчас. Не надо прыгать, не надо. На улице роса. На улице роса и, как бы, так, прохладненько. Так. План у меня еще не веду свозить на прививку. Ну и прогуляться по городу с ней. Вот. На градуснике у нас 9 градусов. В общем, пошла я завтра готовить. Сейчас мужа на работу отвезу. Точнее, он поедет обратно. Я приеду домой. До ветеринарной клиники. Я вчера не дозвонилась. Буду сегодня звонить. И посмотрю, в какую клинику. Наверное, придется в любую записываться. Потому что надо срочно делать ей прививку. Вот. Смотрите дальше. Собрались мы. И поехали мужа на работу отвозить. Пуша мне говорит, что у меня губа немножко припухла. Вот. Я беру с собой водичку. Если что, запить таблетку. Так. Весто пусти меня. Вот развалится вот здесь вот. На полу не открыли. Так. Турсья. Петухи у нас у соседей кричат. В общем, вы знаете, у нас такие глобальные изменения. У нас там за стенкой вот этим забором вываливает уже мусор в туалет. И когда жара, и когда жара, то мух полным-полно. Оставь. На, я тебе наливаю. Давай. Вон, тут надо есть. Ку-ку. Да. Да, 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 Люсь. Питьевую. Солнышко мое. Солнышко мое, собачка моя любимая. Собачка моя любимая. Подягушечки. Мои собачки по тяпушке. Чемная девочка. Да дыхая, дыхая рано еще. Так. Машина. Я тут два-три дня, пока муж работает, занималась изучением законов о земле. Знаете, что я работала риэлтором. Уже, кто меня смотрит регулярно. Я занималась в основном городского и, ну, деревни. И в катажином поселке земли. А как-то вот дачной, хоть я и являюсь учредителем, но дачными как-то и не интересовалась, не уникала. И сейчас для того, чтобы строиться нам здесь на дачах, мне пришлось изучать земли. Походу, нам не получится здесь строиться. Ну, это я еще съезжу и все узнаю. Походу, нам придется здесь все продавать и покупать где-то в другом месте, где можно строить нормальный капитальный дом. Вот. Жалко, конечно, эту землю. Да, Олег? Ну, вот эту вот, где ничего не растет. Я еще проштудирую все. И решим роса на земле. Ну, все, друзья, оставайтесь с нами. Посмотрим, что у нас будет сегодня. Так, у нас собачки провожают. Одна. А Дуня у нас, как только машина заведется, она сразу в будку пряталась. У нее вестибулярный аппарат еще не сформирован был, не вырос. И она ее рвала в машине. Вот. Веда у нас так, относительно спокойно к машине относится. Ну, все, дорогие друзья, поехали мы. Поехали мы, поехали. В гараже. В гараже. Наши дома. Упс. Поехали. И мы поехали. Слева тоже дача. Поехали. Сегодня хорошая солнечная погода, да? Красотень, да? Поехали. Ну вот, друзья, я приехала домой. Время 7 часов. Сейчас выгулю собачек. Мне, к сожалению, сейчас... Оп. Так. Ой, какая роса. Сейчас. Так. Пока буду выгуливать собак, я вам расскажу о той истории, что вчера у меня произошла. В стоматологию там была замок. Тут все хорошо, Дуня. Все хорошо. Ну, вот ее вот это истерическое состояние, когда приезжаем домой, она орет. Утро, день или ночь. Если кто-то спит, не дает спать. Ну, посмотрите, что творит. Где бы она на них находилась? В вольере или где? Сегодня, как я говорила, мы едем с Ведой в клинику, погуляем по городу, съездим на речку. Уже стул уронила. Ну, что это такое? Безобразие какое-то, Дуня. В общем, мне надо сначала Дуню отпускать. Потому что я вчера Веду отпустила. Ну, посмотрите, они мне сломали цветы. Ты что тут уронила, а? Стой, стой, я сказала. Сейчас я отпущу. Идем. Шпана, блин, не дает вообще. Нельзя. Вот сломала, вот смотрите, я показала на цветок, она понюхала. Вот как она понимает о том, что я вот сказала, этот цветок показала вам только что. Сломали цветок, она подходит и его нюхает. Видите, что значит Алабай? Она понимает вашу мысль. На что вы... Если вы подумали, что надо этот... Да что ты, моя солнышко. Давай. Если вы подумали, что надо это сделать, иначе это произойдет, про собаку. Все, делайте. Потому что это произойдет. Ну, сейчас... Сейчас пойду Веду. Вес тут, стой. Хотя не знаю даже как отпускать. Идите, гуляйте. Весту не буду сейчас, потому что народ пойдет на автобус. Она неадекватно реагирует. Куда пошла? Пусть пробежится, а то нам... Сейчас я собак кормить буду. Господи, вы меня-то не снесите. Пошли гулять. Идем, идем. Да не рычи, не рычи. Она ее ругает, потому что Веда вчера плохо ее закрыла утром. Перед тем, как ехать в гору, я проходила карабин. С вечера и утром она у меня гуляет. В общем, что вчера произошло? Я наелась этих энергетических батончиков. Они очень сладкие. У меня один корень невыдранный. И получается так, что от сладкого у меня заболел вот этот вот корень, который надо выдирать. Я пошла в больницу. С Ведой мы не поехали в клинику, поэтому я поперлась в стоматологическую областную. Время было три часа. У нашей поликлиника стоматологическая здесь рядом, она уже там никто не принимает в это время. И я поехала в областную. Так, Веда ко мне! Иди сюда! И первую помощь мне не оказали с болью. Такого никогда не было. Куда мы идем, я не знаю. В общем, принять приняли, посмотрели, записали и сказали, нету явочек, идите в платное отделение. Я пошла в платное отделение, в платном отделении. Мне сказали, тоже явочек нету. Один врач утром принимает на бесплатном отделении, а вечером на платном отделении. Нормально, да? Короче, вот такая вот произошла история. Ну, я по ходу, так как у меня корень, мне надо протезировать это место, этот самый. И я записалась, сходила к протезистам. Они посмотрели, он мне назначил, что сделать там. Два зуба, ну, два корня выдернуть надо. И почистить камень. И, говорит, придете. Не знаю, как это так спокойно и просто. Ну, когда я первый раз ходила на протезирование в другой поликлинике, вот Брагина, например, да, там тоже стоматологическая районная поликлиника. И там меня направили на снимок делать, прежде чем что-то назначать. Какие-то эти процедуры, там, выдергивать или там зубы лечить. Сначала меня направили на снимок, как называется там, панорамный дисны, да? То есть вся дисна со всех сторон она одновременно снимается, делается рентген, панорама, так называется. И после этого уже врач назначает какие-то эти самые, так сказать, не процедуры, а что нужно делать. Здесь же меня не направили. Ну, не знаю. Вот я пойду, я взяла яблочку, пока не буду говорить, какого числа. Ну, вот я пойду и посмотрю, что мне скажет врач Брагина, например, в Дзержинском районе у нас в стоматологии. Там, прежде чем выдрать зуб, делают рентген. Так, ну что ты тут грязь-то лакаешь, а? Сначала делают рентгены, после этого только идет удаление, чтобы они видели, какие корни, потому что бывают кривые. Ну, вот такие вот дорогие мои дела. Через госуслуги у меня не получилось записаться, поэтому мне пришлось переться своим кодом. Отношения, конечно, у персонала обслуживающего, там, так сказать, уборщицы, как они, на рецепшене. Не на рецепшене, а в актеры сидят. Ужасная, хамская. Врачи, конечно, культурно себя ведут. Но ябочек нет, а поликлиника пустая, вы видели. Пусто, пусто, пусто было. Ну, вот. Сегодня я сейчас буду вывозить собак. Когда муж будет в выходной, мы будем стараться обоих собак куда-нибудь вывозить. Сегодня я веду, выведу, выведу в город. А завтра я Дуняшу попробую вывезти. Так, девочки. Так, что касается постройки нашего дома. Походу, мы строиться ничего не будем. Потому что здесь земли СНТ. И капитальное строительство на таких землях не разрешено. На ЛПХ, если земли предназначены для ЛПХ, тогда еще можно строить курятники. Поэтому наш курятник здесь строить нельзя. Так, иди сюда. В общем, мы решили, не знаю, даже у нас здесь и пятница недели. Но если мы решили оставаться и строиться, конечно, там кролик сидит, клетка кролика. Надо, не знаю, надо покупать где-то искать в сельской местности, в деревне. В коттеджном поселке я тоже не хочу. Потому что вот у нас уже родители купили, у них там прямо дом нос к носу. Так, иди сюда! Дуня! Какашки ест какие-то там. У нас кошки таскают мышей собакам. Мясо. Что ты тут ешь, а? Веда! Ты сейчас... О, свадь, я уже тут... Иди сюда ко мне! Иди сюда! Дай! Ай, тут я вон выкидывала картошку, да все она подбирает. И получается, что... Вот у нас такие получаются... Не живи как хочется, а живи как Бог велит. Пойдем, пойдем, пойдем. Изучила я документацию, изучила законы, подсчитала. И получается так, что если мы выстроимся, мы просто кинем здесь деньги на ветер. Сейчас я ее... Что там такое? Дуня, иди сюда! Все, немножко пробежались, посидите. Веду кормить я сейчас не буду. Только двух больших собак. Вестую Дуню. Дуняша, ты где? Ну, Дуняша пусть походит. В общем, получается так, что на СНТ нельзя держать животных. Земля должна предназначаться для огородов и деревьев. И то деревьев определенное количество, кустов определенное количество. Весь участок замостить мы не имеем права. И получается так, что животных тоже держать в согласии с соседей только. Если у нас кто-то здесь вот, например, будут, все-таки будут застраиваться, купят вокруг нас. Это же не лес, это у нас дачные участки. Там у нас одни вишни растут сплошняком. То получается, что у нас будут проблемы. И строить капитальные строения здесь нельзя. Здесь земля предназначена для ведения личного подсобного хозяйства. Не личного подсобного хозяйства, а здесь все-таки СНТ по новому закону с 1 января 2019 года, который вступает в силу. Все равно в СНТ председатель имеет... Ну, собственники здесь садоводческого товарищества имеют силу голоса. Все решает председатель больше. Это хочешь не хочешь. И толку никакого не будет. То, что говорят законом, что можно будет прописываться, если ты построишь дом, и он соответствует всем параметрам, в котором можно жить, можно прописаться. Ребята, нет. Это должно где-то 25% максимально, ну, где-то вот 25% от собственников, ну, находящихся на этом СНТ, людей, у которых построены такие дома. Они должны общее заявление написать в администрацию. Администрация должна принять решение, и тогда дается название улицы, и выдается разрешение, присваиваются улицы, дома. Это должно быть не менее 25% таких домов, как мы хотим построить. У нас же таких домов нет, здесь ничего не зарегистрируемся. И если администрация решит принять, так сказать, не принять, а дать разрешение на регистрацию, прописку в этих домах, да, и дать улице, то она обязана принять эти земли на свое обслуживание. Они строят дороги, коммуникации всякие, полицию, детские сады и все такое. А никакой администрации это, как говорится, не нужно. Так что, дорогие друзья, все эти законы сделаны для того, чтобы вот эти огороды... Есть еще огороды, да, которые находятся, ну, около трасс, под линиями ЛЭП, вот их будут просто-напросто забирать. Потому что там сейчас вот, например, около Москвы настроено большое количество... Выдали под эти огороды, а они настроили огромные коттеджи, которые просто-напросто будут сносить. В общем, этот закон сейчас потихоньку у нас, конечно, в государстве начинают наводить... Ну, порядок, должен быть порядок, конечно. И получается так, что изучив все законы, изучив всю документацию, я строиться не разрешу здесь. Потому что это просто деньги на ветер будет. Будем искать дом в деревне, именно в деревне. Потому что в коттеджном поселке, как я говорила, мужа родителей купили. Там соседи очень рядом. И тоже не заведешь ни животных, ни куриц, ни коз. В общем, мы будем искать деревню. Так что сейчас у мужа сменщик выйдет с отпуска. У меня по плану съездить мне надо в Москву по делам в одну организацию. Как поедем, я вам покажу. Это по моим личным семейным делам. Ну, короче, в архив надо ехать будет военный. Военный архив за документами. У меня, потому что неправильно в документах сидеть в своем рождении написано. Мне нужно поднимать документы и восстанавливать. И после этого будем искать дачу. Не дачу, а вот в деревне дом. Не знаю даже. И далеко не хочется, и близко не хочется городу. Чтобы была река, лес рядом был, коммуникация. И, конечно же, был хороший интернет. Потому что такой интернет, как здесь у нас на даче, это ужасный кошмар. Это кошмар. Это невозможно. У меня видео 10-минутное грузится 5-6 часов иногда. Представляете? В квартире, да, там хорошо, быстро. Так, Дуняша, ну не надо там. Иди сюда, не надо ходить по моим цветам. Так что вот, опять, не живи как хочется, а живи как Бог велит. Поэтому, дорогие друзья, получается так, что мы то одно, то второе, то третье. Что здесь будет, я не знаю, грядки, что ли, пока сделать тогда. Муж тоже расстроился весь. В общем, получается, тут мы тоже переделать не будем. Просто поменяем стены, потолок сделаем. И пока будем, чтобы можно было хотя бы продать эту территорию. Если найдем, куда нам переезжать. Цветы, конечно... Так, ну не надо здесь же роза. Вот надо... Иди сюда, Дуняша, ко мне. Иди сюда, ко мне. Пойдем, сейчас кушать будем. Так что вот, дорогие друзья, Проект наш, стройки здесь закрывается по независимым от нас причинам. Как мы будем ездить? Ну, конечно, мы покупать не в этом году будем и не зимой. Может быть, весной или летом. Потому что надо посмотреть, если мы даже сейчас какой-то дом выберем. Если он наш, мы его купим. Он нас дождется, так как говорится. Но надо смотреть, какие коммуникации, какой подъезд, как дороги чистят. То есть, потому что нам же надо ездить работать. И все-все-все надо как следует взвешивать. Потому что если мы купим, это уже до конца, так сказать, нашей жизни. Вот. Так что вот такие дела, дорогие мои. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Сегодня будет онлайн-трансляция с Ведой. Поедем куда-нибудь на речку. Если, конечно, там интернет будет плавить. После прививки. Купаться она не купается. Она так... Рядышком с речкой ходит. Она еще пока что не созрела для купания. Ну все. Заходите на канал. Смотрите за анонсами. Что-нибудь вам интересненькое мы снимем и покажем. Всего хорошего.